Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Компания LinkedIn согласилась выплатить 2 миллиона долларов сотрудницам, которые с 2015 по 2017 год получали меньшую зарплату, чем их коллеги-мужчины. Разницу в оплате труда обнаружило Министерство труда в ходе обычной проверки. Руководство социальной сети для поиска деловых контактов незаконно подвергало 686 женщин систематической дискриминации в оплате труда по половому признаку. По условиям мирового соглашения компания выплатит 2 миллиона долларов за должности по зарплатам и еще более 50 тысяч в виде процентов сотрудницам. Также руководство платформы согласилось направлять в течение следующих нескольких лет отчеты об изменениях в политике оплаты труда. Наше соглашение гарантирует, что LinkedIn лучше понимает свои обязательства в качестве подрядчика, заявила Джен Зур, директор управления программ соблюдения федеральных контрактов. Сегодняшним по скриптуме поднимаем женский вопрос. В четверг президент Байден назначил пресс-секретарем Белого дома Карин Джанпьер. Она займет эту должность сразу после ухода нынешнего пресс-секретаря Джанпсаки, чьи полномочия истекают 13 мая. Карин Джанпьер окончила Колумбийский университет, работала в некоммерческой организации, занимавшейся вопросами корпоративной этики, была заместителем руководителя аппарата и директором по законодательным и бюджетным вопросам двух членов Гурсовета Нью-Йорка. Джанпьер работала и в предвыборных командах. В 2008 и 2012 годах она была директором по Юго-Востоку в команде Обамы. Кроме того, в 2012 году была заместителем директора по работе в колеблющихся штатах. В 2015 году была заместителем руководителя компании Мартина О'Мелли, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента антипартии, но снял ее после неудачных праймарис. Во время выборов 2020 года Джанпьер была руководителем аппарата кандидата вице-президенты Камалы Харрис. Кроме того, она работала политическим аналитиком в компании NBC и на канале MSNBC. С 2014 года преподает в школе международных и общественных отношений Колумбийского университета. О ее личной жизни известно немного. Ее партнерша, корреспондент CNN Сюзанна Малва, они воспитывают дочь. К слову, отдел по коммуникациям Белого дома при Байдене впервые состоит только из женщин. Кроме того, женщина занимает многие ключевые посты в его администрации, и это часть политики по достижению гендерного равенства и разнообразия, следовать которой Байден обещал еще до своего избрания. Женщин чаще назначают на руководящие посты во время кризисных ситуаций, говорят специалисты. В 2018-м президентом Бразилии стал Жаир Болсонаро, политик ультраправых взглядов с авторитарным стилем управления. Во время пандемии Болсонаро показал себя ковид-диссидентом. Новую смертельную инфекцию он называл обычной простудой, всячески отвергая защитные меры, вроде социального дистанцирования, ношения масок и локдаунов. В результате Бразилия стала одним из худших мест для жизни во время пандемии. По общему количеству смертей от инфекции страна сегодня находится на третьем месте в мире, уступая США и Индии. Но, как показало исследование, в бразильских городах, возглавляемых женщинами, смертей от коронавируса было меньше на 44%. В 2012 году ученые из университета Юты проанализировали назначение в компаниях из списка Fortune за 15 лет и обнаружили, что женщины с большей вероятностью будут назначены на должность гендиректора, если компания переживает не лучшие времена. Об этой закономерности свидетельствуют и другие исследования, посвященные самым разным аспектам лидерства – от управления банками в периоды рецессии до ведения судебных дел, которые кажутся безнадежными. Это явление получило название «стеклянной скалы». Предполагается, что женщину назначают руководить безнадежным предприятием для того, чтобы потом можно было обвинить ее в провале. Но провала может и не быть. Приведенный выше пример, касающийся роли женщин в борьбе с вирусом, показывает, что женщины работают в кризис не хуже, чем в периоды стабильности. Согласно статистике, женщины преобладают среди волонтеров, работающих в некоммерческих организациях. По оценкам участников сектора, 70% против 30% мужчин. Женщины склонны думать в большей степени об общем благе, нежели о собственной выгоде. Они чаще принимают решения, основанные на представлениях о справедливости. Женщины чаще придерживаются демократичного и реже авторитарного стиля руководства. Это значит, что они с большей вероятностью будут рассматривать разные точки зрения, проведут мозговой штурм и в конечном счете примут более сбалансированное решение. Об этом же свидетельствуют и данные из доклада Макинзи. Сотрудники, оценивая женщин-руководители, отмечают, что те оказывают подчиненным эмоциональную поддержку, следят за их благополучием и предпринимают действия, направленные на борьбу с выгоранием. Существует стереотип, что женщины более эмоциональны, а в ситуации сильного стресса выбирают стратегии, связанные не с решением проблемы, а с переживаниями. Об этом говорят и некоторые исследования, но, возможно, у этой особенности есть и свои плюсы. Кризис – время эмоционального напряжения для всех, и те лидеры, которые признают важность эмоций и демонстрируют осведомленность о чувствах тех, к кому обращаются, оказываются более убедительными. Иными словами, женское лидерство – это современный тип лидерства. Оно отличается от авторитарного типа лидерства, при котором лидер ведет за собой группу, но не оглядывается на нее. Он идет к своим целям, и группа для него всего лишь ресурс. А женское лидерство – это эмпатичный тип лидерства с оглядкой на людей. По данным ООН, в сельском хозяйстве женщины, имея такой же доступ к ресурсам, как и мужчины, могут добиваться урожайности на 20-30% выше. Это касается других сфер. Как выяснила консалтинговая компания BCG, на каждый доллар финансирования стартапы, возглавляемые женщинами, приносят 78 центов, тогда как стартапы, возглавляемые мужчинами, всего 31 цент. Согласно отчету Standard & Poor's, если пост CEO в компании занимает женщина, в течение двух лет ее акции вырастут на 20% больше, чем если бы тот же пост занял мужчина. Хорватия, Литва, Бангладеш, Новая Зеландия – количество стран, во главе которых стоят женщины, неуклонно растет. Первой в новейшей истории женщиной-премьер-министром стала Серимава Бандарнаике, которая в 1960 году возглавила правительство Шри-Ланки, а первой в мире женщиной-президентом – Исапель Перрон, вступившая в должность главы Аргентины в 74-м, когда ее супруг-президент скончался, а сама она на тот момент занимала пост вице-президента. В целом же с 60-х годов прошлого столетия у руля различных государств той или иной должности вставали более 120 женщин. В октябре 2017 года на парламентских выборах в Новой Зеландии победу одержала Либорийская партия, в результате чего премьер-министром страны стала возглавляющей ее Джасинда Ардерн. На тот момент ей было 37, что сделало ее самой молодой женщиной в истории человечества, занявшей пост президента. Одна из главных целей Ардерн – это сокращение бедности населения и предоставление социального жилья сотни тысяч семей. Кроме того, после вступления в должность ей удалось увеличить размер выплат, которые матери получают в первый год после рождения ребенка. Ардерн очень популярна как в самой Новой Зеландии, так и за ее пределами, не только благодаря своим взглядам и проводимой политике доброты, как ее часто характеризуют, но и из-за поведения нетипичного для должностного лица. Например, она родила после вступления в должность и при этом отказалась нанимать няню, из-за чего ее дочь успела побывать вместе с мамой на многих важных заседаниях. В интернете Ардерн ведет себя как типичный юзер, выкладывает фото еды, покупок детей, свои видео без макияжа, а также снимается в развлекательных шоу и юмористических роликах. Последние 10 лет женщины-политики отказались от мужской модели, замкнутой на работу и эффективность. Оказалось, что у них есть и личная жизнь, дети, психологические травмы, мечты, неудачи. Они даже могут выглядеть нелепо, но это не мешает им быть политиками. В какой-то степени женщины досакрализировали политику, отказавшись приносить ей обычные жертвы. Зато они привнесли в политику свой жизненный опыт. Несколько лет назад на пост премьер-министра Финляндии назначили Санну Марин, самого молодого политика на этой должности в истории. Оказалось, что всеми финскими политическими партиями управляют молодые женщины. Санна Марин не популистка. Она представляет умеренно левую социал-демократическую партию, одну из самых старых финской политической истории, не так называемый политический бройлер из тех, что вступает в партию чуть не со школьной скамьи, не наследница политической династии. Она в полном смысле этого слова из народа. Рассказывая о главе правительства пресса любит подчеркивать, что она дочь двух мам, то есть росла в радужной семье. Еще одна излюбленная прессы и комментаторами в интернете деталь – рабочее резюме с Анной Марин, где в числе прочего указана работа продавцом на кассе. Надо сказать, финская политика всегда была не особо далека от народа. Но развитие социальных сетей дало возможность мгновенной и прямой обратной связи. Барьеры исчезли, и в этой безбарьерной общественно-политической среде проявили себя как махровые популисты, так и политики новой волны.